2,5 тысячи домов, в которых живет около 95 тысяч жителей. Это предварительная информация о численности саровчан. Точные данные будут получены в ходе переписи населения в октябре следующего года. На подготовительном этапе сотрудники Нижегородстата уточняют сведения о расположении домов в нашем городе. На данный момент мы проверяем и уточняем данные регистраторов, которые работали, проходили, переписывали дома, которые есть в нашем городе. Работа эта очень кропотливая. Адреса домов сверяют с картами и заносят в электронную базу данных. Потом эти сведения пригодятся сотрудникам во время переписи. В следующем году впервые статистики будут работать не с бумажными анкетами, а с планшетами. Еще одним новшеством станет возможность участия в переписи населения через интернет. Возможно будет на портале госуслуг. Я думаю, что, по крайней мере, очень молодые населения нашего города, они вполне это могут сделать. И, кроме того, еще будут стационарные участки, на которых можно переписаться, например, в МФЦ. Сейчас идет набор сотрудников, которые в октябре следующего года будут собирать сведения о саровчанах. Каждому из переписчиков нужно будет опросить около 600 человек и занести эти сведения в электронную базу данных. Для того, чтобы формировать участки переписные, мы все-таки будем стараться людей привязывать к их месту жительства для удобства. Потому что все-таки основная перепись будет проходить, как правило, вечером. Пока изъявили желание быть переписчиками лишь 80 человек. Это третье от необходимого количества работников. Подробную информацию можно получить по телефону 677-66. Елена Грязкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.